Давшие обет девственности, или по-албански барнша, это девушки, которые живут как мужчины. Бурниши всего около сотни во всем мире. Они есть не только в Албании, но и в Боснии, и в Сербии. Практика была распространена вплоть до 20 века, и даже сейчас в албанских деревнях можно встретить бурниша. Обычно такое решение принималось семьей девочки, когда в семье не хватает мальчиков. Фактически единственным способом для женщины обрести власть над своей жизнью было буквально стать мужчиной. Согласно древнему албанскому кодексу канун, семья должна была быть патрилинейной, то есть наследство переходит исключительно по мужской линии. Женщины же, согласно этому кодексу, долгое время были ограничены в правах. Им запрещалось даже курить и носить часы, это считалось мужской прерогативой. Конечно, сегодня дела обстоят гораздо лучше, но в деревнях традиции умирают медленно. В албанских глубинках девочка становится бурниша, давая нерушимую клятву перед 12 жителями деревни. После этого она имела право носить мужскую одежду, оружие, курить, пить алкоголь и наниматься на мужскую работу. Кроме того, бурниша брала себе мужское имя и становилась хозяином в доме, если кроме нее там жили только мать и сестры. Нарушение клятвы раньше каралось смертью. И хотя сейчас такой опасности нет, бурниша не отказывается от своего образа жизни, опасаясь гнева со стороны соседей. Пашка Соколи интервью с ней смотри с 1 часа 34 минут. Решила стать бурниша самостоятельно, но причин для этого решения созрело множество. Мое детство было наполнено страданиями. Мой отец умер, когда моя мать была беременна мной. Моя мама оставила меня, и я выросла с дядей и бабушкой. Она была единственной, кто мог обеспечить семью, если бы Пашка вышла замуж, она обязана была жить со своим мужем, бросив дядю и бабушку. Дядя Пашке заболел, и его пришлось положить в больницу, которая располагалась в нескольких милях от деревни. Мне нельзя было водить машину, единственный способ для меня добираться до больницы был переодеться мужчиной и вести себя как мужчина. К 35 годам, устав от тяжелой участи одинокой незамужней женщины, Пашка приняла обет девственности. Говоря о феномене бурниша, рассуждать можно только о гендере, становясь мужчинами. Бурниши не имеют права вступать в однополые отношения, потому что концепт женской однополой любви незнакома албанцам. Причин, по которым женщина может избрать путь заклятой девственницы, множество. Одна из них, не разлучаться с семьей. Временами девушки решают стать бурнише, чтобы избежать нежелательной свадьбы. По факту, это единственный способ отказаться выходить замуж, не опозорив при этом свою семью. Зачем жить как мужчина? Задает себе вопрос Луи Ванай, одна из девственниц. Потому что я ценю свою свободу. Я думаю, что я опередила свое время. В наши дни большинству оставшихся бурниши уже за 50. Они прожили тяжелую насыщенную жизнь, пожертвовали возможностью иметь детей и выйти замуж ради собственной свободы.